Открытый диалог с Александром Непомнящим Уважаемые дамы и господа, как вы уже услышали, наш эфир продолжает программу Александра Непомнящего Открытый диалог. Александр у нас на связи. Добрый день, Александр. Добрый день, здравствуй. Ну, Александр, давайте, так как у нас много очень тем, наверное, самую первую и самую, ну, такую очень интересную тему давайте затронем в самом начале. Ну, вот Натаньяху побил все рекорды, вернее, рекорд Бен-Гуриона за продолжительность оставления на посту премьер-министра. Я побил премьер-министра, скажем так. Да, 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 да. Ну, в общем, побил он рекорд Бен-Гуриона. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я, во-первых, думаю, что это совсем неплохо. Действительно, Натаньяху сегодня является самым продолжительным премьер-министром Израиля за всю историю страны. До него эта честь была у Бен-Гуриона. Ну, и Бен-Гурион при всех, скажем так, недостатках, которые были у откровенно левого человека, левого премьер-министра Бен-Гуриона, все-таки именно он создал государство Израиль, и на его ответственности целый ряд очень важных решений, когда, в частности, само решение о провозглашении государства, когда Бен-Гурион наперекор, по сути дела, большинству, ну, не большинству, но его голос был решающим. Среди израильских, еврейских политиков того времени пошел на создание государства, несмотря на все угрозы, которые стояли перед лицом молодого государства еврейского. И, конечно же, Бен-Гурион заложил основы современного Израиля со всеми его достоинствами и недостатками. Натаньял, в свою очередь, сегодня, в общем, занимает уже большее время кресла премьер-министра, чем Бен-Гурион. И, на мой взгляд, действительно, мы об этом говорили в прошлых передачах, он стал для страны не менее значимым, чем первый премьер, и, по сути дела, создатель государства. Поскольку, если Бен-Гурион создал государство Израиля, то Натаньял полностью изменил нашу страну и, в общем, сделал ее совершенно инуим государством. Если до Натаньяла мы говорили об Израиле как о стране третьего мира, которая, в общем, благодаря, конечно, и американской поддержке, и отчаянному положению, когда, как у сапера, ошибиться можно лишь один раз, Израиль раз за разом отбивал атаки превосходящих рабских сил. Но, в общем, с точки зрения значения своего в мире, экономического значения, он оставался в стане стран третьего мира. Сегодня Израиль — страна, которая уверенно находится в группе OECD, то есть в группе развитых стран, западных стран, по своим экономическим показателям. Ну и дипломатические возможности Израиля сегодня, конечно, мы знаем. Видимо, Натаньял является единственным премьер-министром, единственным лидером государственным на планете, который с одинаковой легкостью и, можно сказать, с одинаковым эффектом может переговорить с лидером США и лидером России, пользуется поддержкой и, скажем так, одобрением огромного количества политических деятелей в мире. Мы говорим об Индии, о Бразилии, об Аргентине. И для очень многих молодых политиков, особенно в неотягощённых, скажем так, радикально левой идеологии, конечно, Натаньял является примером для подражания и своего рода учителем и наставником. И мы часто видим, когда молодой политик входит в как бы неформальный клуб лидеров государств мира, то он старается, скажем так, получить напутствие или советы у Натаньял. Таким образом, действительно, Натаньял является, на мой взгляд, совершенно замечательным и выдающимся лидером страны. И интрига, вопрос, удастся ли ему буквально через полтора месяца, 17 сентября, в шестой раз получить признание общества. Здесь есть действительно тонкий момент. Президент, сегодня оппоненты Натаньял, критики Натаньял говорят, что, мол, Натаньял своим существованием как бы нарушает принцип сменяемости власти, что, мол, любая власть заболачивается. И, конечно, вот недаром же в Америке есть только два срока, которые может занимать президент. А Натаньял в последний раз, второй раз, он уже 10 лет у власти, четыре раза подряд он выигрывает выборы, больше так, мол, нельзя. И здесь, конечно же, явная подтасовка. Ну, во-первых, в США президентская власть — это совершенно другие полномочия, другие возможности. И я думаю, что отцы-основатели действительно знали, что они делали, когда они ограничивали возможности президента быть лишь два раза, занимать этот пост. В Парламентской республике премьер-министр Натаньял становится главой страны, потому что люди раз за разом его выбирают на самом деле. То есть сменяемость власти существует, и никто не может сказать, что в Израиле выборы не настоящие, фальшивые, как какой-нибудь банановой республики или в странах, скажем так, находящихся к северу от Израиля, к северо-востоку, где на выборах участвуют, судя по статистике, 98% или даже 100%, и все они, как один, все 120% голосуют за единственного ультимативного кандидата. Так вот, в Израиле выборы, как всегда, раз за разом, это выборы буквально с таким драйвом, с таким напором, с таким нервным ощущением, и это настоящие выборы, и раз за разом общество отдает предпочтение Натаньялу. Удастся ли Натаньялу вновь получить поддержку в шестой раз, уже теперь в пятый раз подряд, в шестой раз в общем? В общем, сказать сложно, поскольку расклады сейчас до сих пор не ясны. Дело в том, что вот самым таким, видимо, значимым событием в израильской предвыборной политике на этой неделе стало создание левой партии из блока радикальной левой партии Мерец и присоединившихся к ним беженцев из партии труда, когда-то главной левой партии, а сегодня партии, балансирующие на грани электорального прохода, и присоединение к этому союзу, демократический лагерь, так они себя называют, кто-то едко заметил, что у левых, что бы они не делали, всегда получается лагерь в итоге. Так вот, присоединился к этому лагерю еще и Худ Барак, которого наши слушатели, вероятно, помнят один из премьер-министров Израиля, самый неудачный, на мой взгляд, из премьер-министров Израиля, человек, который, в отличие от Данияу, занимал самый короткий срок в истории Израиля эту конденцию, и за это время успел много чего напостачить. При нем началась самая кровавая война Израиля, война 2000-2002 года, унесшая, видимо, самое большое количество гражданских жизней в истории войны Израиля, это так называемая вторая интифада. Он бежал из Ливана и превратил Хизбалу, по сути дела, в стратегическую угрозу для нашей страны, ну и там еще по мелочи много чего, и вот теперь этот человек, который ушел в бизнес, в бизнесе он как-то не очень проявился, то есть, возможно, с точки зрения финансового он так и даже очень проявил себя, но, например, вот сейчас вспоминают ему то, что его ближайшим партнером экономическим оказался небезвестный Эпштейн, тот самый, который сейчас в Америке, в общем, прославился своими педофилическими и сутенерскими качествами. Так вот, Барак присоединился к радикально левой партии Мерец, и таким образом на левом фланге израильском сегодня все левые партии гарантируют себе преодоление электорального барьера. Это означает, что главная левая партия, как бело-голубых, Кахо Лаван под руководством Лапида и Ганса, может безбоязненно выкачивать из них голоса в свою пользу, чтобы стать самой большой фракцией, и таким образом получить возможность собирать коалицию. На правом же фланге пока что разброд и шатание, и там есть по меньшей мере два, на самом деле даже четыре блока, каждый из которых собирается идти на выборы, и ни один из этих четырех блоков не гарантированно, что он пройдет электоральный барьер, это значит, что правый блок может вообще не дойти до выборов, и кроме Ликуда, в общем, растрясти все свои мандаты ниже электорального барьера. Это, конечно, будет катастрофой. Таким образом, буквально во вторник, последний срок, когда партии должны объявить о том, как они идут на выборы, все блоки будут закрыты, все союзы завершены, и с этого момента уже можно будет действительно наблюдать настоящую, последнюю фазу предвыборной кампании, когда уже будет понятно, кто против кого и кто скидл. Интересно. Конечно, пока оставим в стороне, но есть еще один момент, который я бы хотел напомнить. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста, Саша. Еще один момент, и он связан, пожалуй, с самым скандальным событием этой недели в предвыборной израильской жизни. Я напомню, что партия «Наш Дом Израиль», партия Виктора Либермана, которая до недавнего времени считалась партией правой и сионистской, решила, поскольку это партия одного человека, то есть все решает, по сути дела, Либерман, и только он решает, как, что и будет, он решил, что ему стоит поменять повестку дня своей партии, и из партии правой и сионистской стал партией резко антирелигиозной, то есть обвиняющей во всех смертных грехах религиозных евреев, и набирающий на этом электорат, скажем так, либо озабоченный борьбой с религиозным засилием, которое на самом деле в Израиле, в общем, на самом... Я бы не сказал, что оно существует, существуют проблемы, но, как такового, конечно, засилия нет, но, в первую очередь, его электорат — это публика, приехавшая по закону возвращения в Израиль, и, мягко говоря, не симпатизирующая евреям, то есть вот такая публика, которая, на самом деле, с удовольствием воспринимает весь тот поклёб и всю клевету, которую Либерман сейчас выплёскивает на религиозных евреев, и вот ролик, который был запущен сегодня партией Либермана в социальных сетях, говорил о том, что религиозные евреи не работают и не служат в армии, в отличие, видимо, от избирателей Либермана, что само по себе тоже большой вопрос, но выяснилось, что проиллюстрирован этот был ролик действительно религиозным, ультратароксальным евреем, чья внучка написала в социальных сетях, что такого позора она ещё никогда в жизни не встречала, потому что её дед не просто воевал и служил в израильской армии, он воевал в шестидневной войне, и в отличие от Либермана, у которого армейское прошлое очень скромное, он, если и служил в армии, то в мирное время, и был каким-то так солдатом на складе. Вот, в отличие от него, этот самый еврей, который стал в его ролике религиозный, не служащим в армии, воевал в шестидневную войну, и более того, всю жизнь работал, то есть, будучи раввином, он также ещё и зарабатывал деньги на жизнь, то есть, Либерман в своём ролике не попал полностью. Ролик, разумеется, был снят, но, тем не менее, как в том анекдоте, ложечки нашлись, осадок остался, и всё это, конечно, выглядит очень-очень грустно и печально, поскольку человек, который недавно ещё воспринимался как важный фактор израильского правого движения, сегодня действует исключительно как человек, разрушающий израильский сложную ткань израильских взаимоотношений между группами общества и нагнетающий ненависть внутри юрийского народа, что, конечно, очень печально. Да, это действительно печально и грустно, и даже несправедливо. Если вы позволите, я напомню нашим радиослушателям номер телефона в студии 847-400-5200. Мы находимся в программе Александра Непомнящего «Открытый диалог». Александр, пока нет звонков, не могли бы вы нам рассказать немножко вот в той ситуации с обмолвкой одного из лидеров Хамаса и в то же время с бездействием израильской пропаганды. Пожалуйста. Дело в том, что действительно некоторое время назад произошло очень необычное событие. Один из лидеров Хамаса в открытом выступлении, в прямом эфире, по сути дела, в открытую призвал убивать евреев, как таковых, и не только израильтян, и не только военных, а просто евреев, заявив, что жизнь еврея стоит не больше, чем нож, который вы можете купить в лавке. И это вызвало бурную реакцию в арабских сетях. Собственно, даже лидеры Хамаса поспешили отмежеваться от этого скандального заявления, поскольку так откровенно подставляться они не собирались. Но удивительно было то, что израильская пропаганда, которая могла бы использовать это выступление и показать, что вот кому мы противостоим. Собственно, там в этом заявлении было еще несколько сообщений. Например, он сказал, что молодежь из Газа должна проникать через забор, отделяющий сектор Газа от еврейских поселков, еврейских населенных пунктов, и устраивать там теракты и взрываться с поясами шахидов. Так вот, казалось бы, можно было сказать о том, что Израиль мог бы обратиться к миру, объяснить и наличие забора, и то, почему солдаты вынуждены стрелять по тем, кто приближается к этому забору. И, наконец, то, что Израиль старается помочь жителям Газа, поскольку обеспечивает им и воду, и электричество, и завозит, как по сути дела, позволяет и деньги туда передавать, чтобы оплачивать какие-то жизненно важные функции. А Хамас использует жителей Газа как свои живые бомбы. Но, к сожалению, в общем, это все не было использовано, и за исключением только отдельных блогеров и журналистов, эти события, по сути дела, не были освещены в прессе, что, конечно, жаль, поскольку мы понимаем, что пропагандистская война, это, в общем, война, которую Израиль тоже ведется. Это тоже фронт, линия фронта. Александр, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот это отсутствие израильской пропаганды не связано ли это именно с тем фактом выборов или подготовки к выборам? Люди не хотят, как говорится, раскачивать лодку? Нет, я бы не связывал это с выборами. Это общая проблема израильской внешней политики, поскольку, в общем, израильский внешнеполитический аппарат укомплектован людьми, как правило, в большинстве с вами левых и очень левых взглядов. Исключение составляет буквально считанные единицы. Так, например, посол Израиля в США Рон Дрэммер, он человек, которого Натаньял непосредственно назначил. Этот человек, который, безусловно, работает в команде Натаньял, и он старается, в общем, действовать грамотно и разумно, но понятно, что одного посла на все не хватает. Прошу прощения, у нас все линии горят, я просто хочу попробовать нашим радиослушателям возможность задать вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, говорите. Давайте попробуем другую линию, может, да. Ну вот, уважаемый Рельсу, что и пожалуйста, если вы дозваниваетесь, оставайтесь на линии, не вешайте трубку, я обязательно приму ваши звонки. Просто дайте возможность нашему ведущему закончить свою мысль. Вот есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Немножко на историческую тему спросить. Я знаю, что вы пишете, опубликуете переводы ваших аналитиков и иногда пишете на исторические темы. Мне кажется, было бы интересно для читателей, если вы когда-нибудь осветили тему по поводу Юлия Марголина, если вы помните, которым-то там путешествие в страну ЗК. его путь через ГУЛАГ, потом Польшу, потом Израиль, как его там тоже травили, потому что он был не ко двору в 1948 году, когда левые были, так сказать, у власти, и со Сталином они дружили. И по поводу того, что его была опубликована книга в США, никакого успеха не дала из-за того, что нужно было дружить с Советским Союзом с Хрущевым, и только опубликована без купюр была в Израиле где-то лет, по-моему, 10 назад. Вот если вы такую тему осветили, это было бы полезно. 5 лет назад. Ну, безусловно, вы хорошо очень описали ситуацию, действительно, Юрий Марголин, человек, автор совершенно потрясающей книги, и я думаю, что лучше, чем его собственная книга, о нем никто не расскажет, потому что я очень советую нашим слушателям действительно найти в сети Юрия Марголина и его книгу. Хотя, с другой стороны, конечно, когда он писал о своих впечатлениях о пережитом в сталинских лагерях, то такого формата литературы было немного. Сегодня уже об этом написано очень многими и достаточно подробно, и, конечно, более интересное его наблюдение Израиля того времени и вообще той политики, той атмосферы, которая была в Израиле. И, конечно, это трагедия человека, который в Израиле видел все ростки того же самого, что и в сталинском Советском Союзе. К сожалению, собственно, мы сегодня продолжаем переживать рудименты этих самых сталинских, большевистских ростков, и они очень отягощают израильскую жизнь. Спасибо большое за ваш ответ. Давайте продолжим ваш рассказ. И у нас есть буквально минуты три перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу. Прошу вас. На самом деле, я сегодня хотел поговорить о очень интересном отчете, который подготовила немецкая разведка, немецкая спецслужба внутренней разведки о ситуации с исламскими экстремистскими группировками в Германии. И отчет этот очень подробен. Я не точно совершенно не сумею в три минуты уложиться, поэтому, может быть, если у нас есть возможность просто сделать паузу и после рекламы я смогу подробнее рассказать. Александр, давайте тогда сделаем так. У нас есть звонок, давайте мы послушаем радиослушателя, уйдем на рекламу, а потом вы обязательно нам расскажете. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да. Как-то сегодня не удается прорваться. Я просто не понимаю, потому что люди звонят постоянно, но они же слышат, что идет разговор, то есть какое-то терпение иметь же надо. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, огромная просьба. Если вы дозвонились, оставайтесь на линии, потому что я не хочу просто так прерывать нашего ведущего. Поэтому дозвонились, оставайтесь на линии. Спасибо. Александр, давайте тогда так и сделаем. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, уйдем на рекламу, а потом вернемся и обязательно вы нам расскажете про ситуацию в Германии. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу у нас есть один звонок, давайте сразу его примем, а потом будем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы нам как-то сказали, что Таниего начал агитацию на русской улице той среди электората, который как бы принадлежит Либерману. Вот мне кажется, что это очень-очень правильное решение. Я хотела попросить всех русскоговорящих, которых вы знаете, и вы тоже, чтобы вы ему помогли разъяснять русскоговорящим, которые не знают еврита, что собой представляет Либерман и какая-то угроза для Израиля. Чтобы они перестали за него голосовать, а голосовали уже за кого они будут, за Шакет, за Натаньяху, за Бенета, за Феглина, за кого-нибудь более порядочного, как бы сказать, и нормального человека. Вот как вы смотрите на такую просьбу? Спасибо. Спасибо большое. Ну, скажем так, все-таки агитация, предвыборная агитация, это удел специальных людей, а наша задача больше все-таки все же знакомить слушателей, читателей с информацией. Что касается того, что происходит, действительно, сейчас Ликут впервые за много лет развернул достаточно активную работу на так называемой Русской улице с тем, чтобы попытаться создать в итоге, забрать пару, два, три мандата у Либермана и постараться обеспечить правому блоку без Либермана, который сегодня уже никак не может ассоциироваться с правым блоком, 61 необходимый для создания коалиции «ГООС». И это очень непросто, и пока что опросы показывают, что ситуация не в пользу такого сценария. Что касается избирателей, традиционных избирателей Виктора Либермана, то здесь вот какая штука. Часть его избирателей это люди, которые, приехав в Израиль, даже уже прожив в нем 30 лет, продолжают жить как бы в своего рода ментальном гетто, абсолютно не зная, что происходит в Израиле, не умея читать и писать в достаточной степени на иврите. Они получают новости, как правило, из российских каналов или из газет местных, которые полностью подчинены Виктору Либерману. Из всех израильских политиков они, возможно, знают только Либермана, но, может быть, еще Путина. Вот. И, конечно же, на выборах они голосуют за Либермана, потому что они вообще не знают, что существует какая-то другая ситуация и не очень понимают вообще, чем это отличается от того Советского Союза, в котором они когда-то жили, где тоже голосовали за одного политика, а иначе могло случиться что-то неприятное. Вот. Есть, наконец, как я уже сказал, публика, которая, приехав в Израиль, ощущает такую вот, скажем, неуют от изобилия евреев вокруг, и эти люди почувствовали сейчас, что Либерман выражает их интересы, когда атакуют достаточно примитивно, грубо, по-хамски религиозных евреев. И, наконец, есть группа израильтян, голосующих за Либермана, потому что они считают Либермана правым светским политиком, который защищает, скажем, интересы светского общества от религиозного засильного. Но эта группа действительно очень быстро уменьшается по своим масштабам, потому что то, что они видят пропаганду, нынешней пропаганде Либермана с одной стороны, и то, что становится, в общем, передается в том числе и пропаганда Ликуда, направленная против Либермана, в каком-то смысле потихонечку раскрывает им глаза. И их поддержка как раз уменьшается, и вот на них, собственно, Ликуд и рассчитывает, он рассчитывает перенести поддержку этих избирателей от Либермана на Ликуд и на правые партии. Тут надо сказать, что сейчас действительно Либерману припомнили все. Припомнили, например, то, что один из лидеров его партии, Леонид Литинецкий, это человек, который возглавляет в Израиле, по сути дела, отдел ФСБ. В свое время Путин создал такую организацию под названием Соотечественники. И это организация, которая получает финансирование напрямую из Кремля и, как я уже сказал, по сути дела, является одним из легальных отделов Федеральной службы безопасности. И по названию Соотечественники, собственно, она ставит свои задачи создания общин, поддерживающих политику Кремля среди больших русскоговорящих диаспор. И их официальная цель — возвращение диаспор обратно в Россию. Таким образом, по сути дела, внутри партии Либермана находится человек, который а, напрямую связан с Кремлем, и б, по сути дела, продвигает обратную израильскую политику, еврейскую, израильскую нарративу политику, мол, русскоязычный, возвращайтесь в Россию. До сих пор многие закрывали на это глаза, но сейчас, когда, в общем, одно с другим складывается, то все чаще мы слышим о том, что Либерман, его политика, его позиция, его команда как бы не очень гармонирует с израильскими интересами, и действительно можно ли отдать голоса такому человеку, это большой вопрос. Но, опять же, рассчитывать на людей, которые ничего не знают о израильской политике, читают только на русском языке и слушают только российские каналы, или те, которые откровенно ненавидят евреев, живя в Израиле, конечно, на них рассчитывать не приходится. Расчет Ликуда сегодня строится в первую очередь на тех, кто до недавнего времени рассматривал Либермана как легитимного сионистского политика, и сегодня, в общем, у них есть возможность пересмыслить это свое восприятие. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. На предпоследних выборах, когда еще нашим президентом Барак Обама, наш Госдепартамент выделил энную сумму для поддержки левых партий. И даже сам Обама послал своего помощника, кажется, его звали Дэвид Экселерот, для того, чтобы он помогал левым партиям продвинуться выше, чем они заслуживают. И тогда, мне кажется, цель ставил наш Обама, чтобы путем, если вы вошли, вы придут в власти, создать два государства для двух народов со столицей Юрсалим. И теперь вот на днях я слышал о том, что Обама отправил своего тоже другого уже помощника, который помогал в его превыборной кампании. Вот какую цель сейчас ставит Обама для того, чтобы помочь левым партиям? Спасибо. Спасибо. Я не знаю, действительно, речь идет об Обаме или, в общем, о демократической партии как таковой, потому что, да, действительно, демократическая партия США сегодня, которая, в общем, быстро деградирует от партии достаточно про-израильской к партии откровенно антиизраильской, где первыми скрипками является вот эта четверка Александра Акасио, Сильхана Мары, Рашид Лаев, партия, которая на первое место выносит какие-то безумные идеи о борьбе с привилегиями белых, о выдаче денег потомкам бывших рабов, которые уже 400 лет, да, не являются рабами, о борьбе с климатическими изменениями, которые обойдутся американским налогоплательщикам какую-то космическую сумму и о борьбе с Израилем как оплотом империализма, сионизма и все дальше по тексту, вот, и еще с марксистской абсолютно повесткой дня. Так вот, сегодня эта партия действительно, она находит в Израиле своих коллег в левом лагере, и да, действительно, левые израильские партии, главная левая израильская партия, партия белоголубых, которая, кстати, скрывает свою лебезну и всячески подчеркивает, что они не левые. Я сейчас скажу, почему. Они действительно используют, они пригласили имиджмейкера, который работал, я не знаю, работал с Обамой, но он работал с Хиллари Клинтон, и он как раз подсказывал Хиллари Клинтон, что не нужно во время кампании предвыборной акцентировать внимание на Израиль, вообще подчеркивать свою дружбу и какие-то симпатии к Израилю. Напомню, Хиллари Клинтон и Билл Клинтон, они, несмотря на свою лебезну, все-таки были в большей степени левыми старой формацией, то есть они были откровенными врагами Израиля, как сегодня, скажем, Барли Сандерс, Кашетлай, Акасия или Ильхан Амар. Так вот, он им говорил, поскольку ваши избиратели ненавидят Израиль, вы поменьше об Израиле говорите. И вот этот человек сегодня продвигает партию белоголубых, у которой тоже повестка дня, как и у Либермана, резко антирелигиозная, но также еще и левая, то есть давайте попробуем отдать рабам, что сможем отдать, но свою левую позицию они старательно прячут за демагогические формулы и всякие рассуждения вокруг да около, потому что, как недавно показало достаточно серьезное исследование, проведенное, кстати, американским центром Пью, который, этот центр Пью, он известен своими качественными действительно исследованиями социологическими. Так вот, этот центр Пью обнаружил, что в Израиле лишь 8% израильтян признают и считают себя левыми. То есть, на самом деле, мы знаем, что расклад на карте гораздо более сложный. То есть, есть немалое количество людей, которые не признаются в том, что они левые, они голосуют за партии левые, поскольку считают вслед за пропагандой израильских мейнстримных СМИ, что Натаньяо это зло, и только не Натаньяо, точно так же, как в Америке, скажем, сегодня многие говорят, только не Трамп, потому что Трамп это катастрофа. В чем катастрофа, они с толком даже не понимают, но точно знают, что МСНН объяснил, что Трамп это катастрофа. Точно так же и в Израиле многие считают, что Натаньяо это катастрофа, но при этом они не хотят, чтобы их считали левыми. Лишь 8%, 92% израильтян считают, что они умеренно правые или правые. Катастрофуфлируют свою левую повестку дня, экономическую левую, поскольку они за социализм и политическую левую. Удастся ли вашему советнику, приехавшему из Америки, помочь им добиться успеха, мы увидим 17 сентября. Мне очень хотелось бы надеяться, что, конечно, вот этот троянский конь левый в Израиле опять не пройдет, как в прошлый раз, и мы все-таки увидим создание, формирование правой коалиции и правого правительства. Спасибо, Александр. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Александр, скажите, пожалуйста, что вы думаете о предстоящем визите вашего примера Нитанияху в следующем месяце на Украину? Новый пример президента страны и так далее. Какую главную цель? Израиль хочет случайно стать посредником между Путиным и Украиной. Мне просто ваше мнение. И второй вопрос очень скорый. У вас еле существует несколько арабских партий, цель их ясна, что они не являются ни друзьями, ничего хорошего израиля не несут, но они не могут объединиться. А что их разъединяет? У кого больше злоба к Израилю, у кого меньше? Пожалуйста, ответьте, большое вам спасибо за программу, как всегда. Спасибо. 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 Но по поводу арабских партий, к сожалению, ваша информация устарела, они уже объединились в общий список, идут общим списком. И действительно, этот общий список, он совершенно химера, потому что туда входят радикальные арабские националисты, которые просто хотят создать арабское государство вместо еврейского. и они откровенные националисты такого нацистского типа. Туда входят исламисты, исламские радикалы, и туда входят светские радикалы, не националисты, а панарабский подход, так называемый. Таким образом, в общем, каждая из групп, и туда входят еще коммунисты израильские, каждая из этих групп, она сама по себе, но вот они сумели объединиться, потому что действительно общая ненависть государства Израиля объединяет больше, чем очень серьезные глубинные внутренние расхождения. И, конечно, то, что их еще объединяет, это абсолютная незаинтересованность в собственном электорате. То есть у арабов Израиля есть на самом деле целый ряд своих проблем и вопросов, которые они хотят, чтобы решались, начиная от развития, улучшения качества образования в арабском секторе, продвижения арабских граждан Израиля в тех сферах, в которых они до сих пор в общем пока протормаживают в силу того, что их, допустим, система образования недостаточно хороша. Есть какие-то бытовые проблемы развития их городов и поселков, но всем этим этот арабский список не занимается, проходит в Кинесе лишь для того, чтобы поносить еврейское государство, бороться с еврейским характером государства. И это на самом деле сказывается на том, как за них голосуют арабы, потому что, снова, они получают значительно меньше, чем могли бы получать по количеству арабских голосов в стране. Другими словами, арабские голоса в Израиле идут не только на арабские партии, но и на партии израильские, еврейские, поскольку для многих арабов все-таки важнее какие-то проблемы их реальные, а не абстрактная борьба с Израилем. Так что касается визита Натаниалу на Украину, тут я вижу вот какую вещь. Я думаю, что сейчас, когда Ликут, как мы уже говорили, решил бороться за русскоязычные голоса в стране, русскоязычные голоса, я напомню, это не только голоса тех, кто приехал из России, но это и те, кто приехал из Украины тоже, и таких в Израиле достаточно много, и для них, безусловно, визит Натаниалу на Украину это повод рассмотреть Ликут, послушать, что Натаниалу скажет, будучи на Украине, как он встретится с Зеленским, это все будет влиять на их решение, скажем, переместить свои предпочтения от Либермана к Натаниалу и к партии Ликут. Сможет ли при этом Натаниалу стать посредником между Зеленским и Путином, захочет ли он? Я не уверен, что Натаниалу сейчас ко всем своим проблемам взвалит еще и такую, но, безусловно, Зеленский молодой политик, и, безусловно, Зеленский прекрасно понимает, что встреча с Натаниалу это вот возможность, как мы сказали в начале нашей передачи, послушать очень умного и очень опытного, возможно, одного из самых опытных политиков в мире. И очень может быть, что Зеленский, заинтересованный в развитии внешнеполитической Украины, действительно, у него будут какие-то просьбы или пожелания, которые бы он хотел передать через Натаниалу Путина, зная, что Натаниал действительно тот человек, который может обратиться к Путину и что-то передать. Воспользуется ли он такой возможностью или нет, я не знаю, я даже не знаю, узнаем ли мы об этом, но теоретически, да, такая возможность существует, но я не думаю, что Натаниал будет инициировать подобный процесс, скорее все-таки речь идет о том, чтобы закрепить отношения Израиля и Украины с новым президентом и, конечно, перед выборами это очень важный момент, показать украиноязычным жителям Израиля, что вот, пожалуйста, Натаниал занимается этими проблемами и вопросами тоже. Александр, у нас есть минут 8, если вам хватит на вот эту тему по поводу Германии, пожалуйста, давайте ее осветим, я не буду принимать звонки, просто для того, чтобы... Если у нас есть еще звонки, то, может быть, действительно ответим на вопросы, поскольку это тема, я не уверен, что мы можем осмотреть ее по поводу. Все, давайте принимать звонки тогда. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я бы, с вашего позволения, хотел поправить одно высказывание насчет президентского срока в Америке. Это нигде не указано до последнего времени, было сколько. Поэтому наш этот Рузвельт был избран четыре раза. Вот после него привели закон в 47-м году, да, к которым нельзя больше восьми лет. Единственное, только если вось-президент. Окей, Сэм, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня к вам вопрос, Александр, такой. Вот то, что, так сказать, Обама заслал своего казачка к вам, это не является ли вмешательством во внутренние дела? Вот у нас здесь два с половиной года полоскали, значит, нашего президента, потому что Россия вмешивалась. А сейчас, получается, Америка вмешивается в дела Израиля, в выборную кампанию Израиля. Какая разница? Спасибо большое. Прошу вас, Александр. Нюанс достаточно ясный. То, что происходит сейчас, не является вмешательством американского правительства во внутренние дела Израиля, просто потому, что, по крайней мере, формально оплачивают работу этого имиджмейкера сама партия белоголубых. Когда Обама вмешивалась в израильскую политику, то американская организация с хитрым названием Новый фонд Израиля или Израильский Новый фонд, но это чисто американская организация, построенная американскими левыми, она давала деньги израильским не государственным, не правительственным организациям, которые занимались в Израиле пропагандой. То есть, это было действительно вмешательство американских политических сил в израильскую политическую жизнь. Что касается приглашения американского специалиста в Израиль, то, в общем, этим пользовался и Натаньяу. Натаньяу много лет пользовался советами американского Артура Финкельштейна, по-моему, его звали, очень талантливого имиджмейкера, который помогал Натаньяу раз за разом выигрывать выборы, но оплачивалась работа партии Ликуд, а то, что сам имиджмейкер был американским гражданином, в данном случае не являлось препятствием и нарушением какого-либо закона. Спасибо за ответ. Теперь у меня есть вопрос. Так как ваши политические деятели должны наконец-то сообщить во вторник о том, как они идут на выборы, что они будут делать, есть ли у вас какие-то предположения по поводу того, что же все-таки произойдет? Ну, главная интрига вот этого вторника заключается в том, как пойдут на выборы правой партии. Сумеют ли они создать общий блок, или они пойдут двумя списками, один более религиозный и более консервативный, другой более либеральный. И у сторонников правого лагеря на самом деле большая дилемма, потому что оба варианта обладают своими достоинствами и своими недостатками. С одной стороны, если они объединятся в общий список, то там будет очень тоже разношерстная команда. С одной стороны, вполне либеральная и светская Айерет Шакет, с другой стороны, очень даже религиозный и радикально правый адвокат Итамар Бенбир, по сути дела последователь Равина Мэра Кахан. И для немалого количества избирателей, как с крайне правого фланга этой правой партии, так и с крайне левого фланга этой правой партии, будет непросто голосовать. Потому что одних будет не устраивать Айерет Шакет, других будет не устраивать Айерет Шакет. Куда пойдут их голоса в таком случае? Если же они пойдут двумя списками, то каждый из этих списков, как бы у него будет опасность того, что он может не преодолеть электоральный барьер, и тогда на правом фланге просто произойдет катастрофа. В том, что Липпу будет, конечно, забирать, стараться забрать максимально все голоса, которые он соберет, чтобы быть самой большой фракцией, поскольку именно самой большой фракцией в итоге президент Израиля, это наша королева, с минимальным количеством полномочий, в отличие от американского президента, и будет предоставлять возможность собрать правительство. Поэтому, конечно, вопрос, сумеют ли они объединиться, если сумеют объединиться, то в два списка или в один список, это вопрос, который сейчас я не уверен, что кто-то может ответить. Насколько я понимаю, Натаньял сейчас решил посвятить последние дни тому, чтобы попытаться собрать их в один-единственный список, с тем, чтобы точно они не пропали эти голоса, и постараться убедить четыре, даже шесть глав вот этих маленьких правых партий, чтобы они перестали ломаться и собрались в единый блок. Ну, посмотрим. Ну, да, вот это будет интересный вопрос, потому что сможет ли Натаньяку, опять же, собрать какую-то коалицию. Давайте примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Я хотел бы спросить, во-первых, а есть ли какой-то, какой-то конкурент нормальный у Натаньяку, потому что Натаньяку, я так думаю, не самый лучший вариант. В связи с тем, я так думаю, просто потому что такое же выжженное поле, как в России, то есть выжженное поле в России перед Путиным, выжженное поле, ну, может быть, за исключением Шакет. Полностью выжженное поле, то есть вариантов, в принципе, нет. Сказать, что он очень успешный премьер-министр, я, наверное, тоже не могу. По той причине, что все, что успешное он сделал сейчас, это то, что сделал Трамп. Это Трамп сделал. И, как бы, признание Израиля как технической, технологической и прочей державой, я думаю, что в этом громадная заслуга именно русской Алии, потому что именно она больше всего, как бы, приложила сил своими грамотами, как бы, жителями. Окей, спасибо большое за ваше мнение. Прошу вас. Вопрос очень коротко. На самом деле, я с вами не согласен категорически, почти по всем пунктам вашего вопроса заявления. Во-первых, я считаю, что Натанилов действительно выдающийся политик, потому что, безусловно, не снижая значение того, что сделал Трамп для Израиля, самый лучший президент для Израиля за всю историю существования нашего государства, все-таки Натанил сам добился признания и в России, его слушают, и в Индии, и в Бразилии. И те успехи экономические, которые Израиль достиг за последние 10 лет, безусловно, это и вклад русскоязычной алии, но до Натанилов, это алия, которая уже 30 лет в стране, она же почему-то не проявляла себя. То есть нужно было создать такие экономические условия со стороны правительства, которые позволили бы развиваться экономике израильской и продать эту экономику, продать этот хайпинг. То есть Натанил, безусловно, человек выдающийся. И вот когда мы говорим о том, что я не согласен со сравнением его, с его сравнением с Путиным, просто потому, что не Натанил оставляет вокруг себя выжженную землю, просто он, на мой взгляд, настолько выдающийся политик, что все остальные израильские политики действительно кажутся на его фоне пигмеями, но не потому, что он их придавил, а просто потому, что он настолько отличается от них. И поэтому, когда вы спрашиваете о том, существует ли сегодня какая-то реальная альтернатива для Натанилов справа или слева, увы, нет. Есть, безусловно, справа два очень перспективных политика. Один из них, как вы сказали, Айелет Шакет, другой Бецалиль Смутрич. Они оба достаточно молоды. Им еще хорошо бы лет пять, как минимум, побыть министрами и набраться политического опыта. Может быть, тогда мы действительно увидим альтернативу для Натанилов. Сегодня ни справа, ни слева политика уровня Натанилов, способного видеть ситуацию в целостно, разбираться в экономике, уметь выстраивать демократические отношения и заниматься внутренней политикой тоже нет никого даже близко. Спасибо, Александр. Просто больше не остается времени. Прошу прощения. Мы должны попрощаться. Будьте здоровы. Спасибо огромное. Открытый диалог с Александром Непомнящим.